Друзья, добрый день! Меня зовут Галина. Выращиваю и очень люблю гортензии. Моя дача в Подмосковье и Стринский район. Сейчас я обрабатываю свои растения от болезней и насекомых. Хотела с вами поделиться очень эффективными средствами. Первое средство. Вы все слышали, кто-то знает, а кто-то, если новичок, не знает. Актара. Раньше я его использовала, только опрыскивала по листу. И в инструкции так и было написано по листу. Но вот последние уже выпуски этой Актары в инструкции появилась полив под корень. И на это обращала внимание еще ведущая YouTube-канала Семена Алтая, Виктория. Вот она советовала поливать растения, особенно розы, под корень. В прошлом году я так и сделала. Я свои розы полила весной под корень, и проблем у меня целое лето не было с тлей и с другими насекомыми. То есть идеально чистые розы стояли целое лето и осень. То есть один раз необходимо их пролить, и все. И больше вы не будете бороться с тлей. Как разводится Актара? Если поливать под корень два вот таких пакетика по 4 грамма на 10 литров воды. Ну, рассчитывайте сами. То есть у меня вот такой небольшой розарий, и плюс еще три розочки отдельно у меня растут. Две плетистых и одна еще маленькая мини-розочка. То есть я разводила два пакетика на 10 литров воды. Где-то под каждое растение у меня получилось... Ну, если крупное растение, там грамм, может быть, миллилитров 700. Если маленькое, пол-литра я выливала. Вот так. Но на пролитую землю уже наливаем. Потому что я утром ставила опрыскивать все розы вот здесь в розарии. То есть у меня розы предварительно были хорошо-хорошо пролитые. Прямо около, наверное, минут 20 или 30 они проливались. И второе средство. То есть Актары я уже пролила все. И сейчас я буду обрабатывать уже не под корень, а по листу. Это Теавит Джет. Этот препарат от мучнистой росы, от американской мучнистой росы. И самое главное – это от паутиного клеща. То есть я буду обрабатывать свои гортензии по листу. И сегодня увидела у меня крыжовник с мучнистой росой. Появилась мучнистая роса на крыжовнике. Обработаю смородину. Ну, просто профилактику проведу. И, ну, наверное, и розы тоже по листу от паутиного клеща. Вот. Здесь срок ожидания небольшой. Буквально 6 дней. Смородины и крыжовник у меня еще только такие маленькие в стадии завязывания. Поэтому ничего страшного. Теавит Джет также порекомендовала Виктория канала Семена Алтая. Теавит Джетом не пользовалась. Купила его еще зимой. Сейчас будем пробовать. Вот развела в 10 литров. Цвета вот такой, знаете, как разбавленное какао какое-то. Я вам покажу. Вот такого цвета. Такое топленое молоко, наверное. Налила в опрыскивателе уже 2 литра. Сейчас быстренько пройду по розам, потому что солнышко поднялось у нас высоко. Побыстрее пройду по розам. И гортензии у меня в основном маленькие. Это в череночнике, либо в полутени. Вот здесь у меня еще гортензии стоят. Если кто-то меня никогда не видел, впервые попал на мой канал, то у меня гортензии есть на продажу в таких больших контейнерах. Очень люблю формировать штамбы. Но есть и не штамбовые формы, просто кустики. Например, вот такие пушистенькие самарские лидии. Им уже по 4 года. Пожалуйста, обращайтесь. Телефон будет указан в закрепленном комментарии. Ну и начинаем. Вот такой у меня опрыскиватель аккумуляторный. Очень удобный. Не реклама. Я никакие деньги за это не получаю. Просто пользуюсь несколько лет. Очень удобно. Нажал на кнопочку. Ничего качать не надо. И обработал. Особенно под листиками. С обратной стороны листа. Под ящичками у меня розочки, которые посатила недавно. Они адаптируются. Практически все у меня уже вышли розочки. Уже хорошие получились побеги. Одна розочка ни жив, ни мертв. Спит. Надеюсь, что все-таки я ее разбужу. Дня через три буду подкармливать. Еще по листу подкормки делать. Но если вам интересно, пишите. Буду показывать, чем буду кормить. Ну, теперь я обработаю у меня. Кто со мной давно, знаете, что вот эта грядочка у меня для кислолюбивых растений. Редедендроны. Которые один заснул. Вот тот дальний. Здесь уже просыпаются. Есть цветочные бутоны. Верески. И вот сбежавшая невеста. Сейчас я ее тоже от клеща. Уже один раз обрабатывала клещевитом. Сейчас все ее обработаю. Тоже что-то тормозит она как-то. Очень сильно тормозит. Что-то залила ее. Ну, сейчас солнце не такое вот агрессивное. Сейчас должно все подсохнуть. Так. Сейчас главное вот снизу листа. Так. Ну, все. Сейчас радодендрончик тоже вот так чуть-чуть пройду. И пойду проливать все картензии. Так, это у меня сосенка. Скоро надо будет уже резать сосенки. Напоминаю, у кого есть сосны или горные сосны. Вот эти свечки скоро вытянутся повыше. Их надо обрезать, чтобы она была компактная, пушистенькая. Так. Бисвит вот у меня. Чуть быстренько так раз. Геркулесик на штамбе. Еще не делала нормировку. Все-таки слабые после морозов. Не делала формировку. Скоро буду делать. Буду показывать. Пиксио. Мой бонфаер. Красавец. Бедняга. После морозов осталось. Три палки. Вот сухие палочки остались. Так. Что у меня дальше? Струбери блоссом тоже. Видите? Сейчас покажу. Вот тоже. То есть все замерзло, засохло. Вот палки остались. Сверху все закрывало на морозы. Снизу идет все. Это у меня килиманджаро. Маджика килиманджаро. Что-то ногу тоже ливанула. Хотя сильно не едят клещи, гортензию метильчатую. Но знаете, в прошлом году лаймлайт у меня тут очень сильно кушали клещи. Тем более, если слабенькое растение, то больных все едят. Все болезни на больной организм всегда садятся. И все его едят еще. Так. Это Вимс Ред. Кстати, очень ранний сорт. Один из ранних. Так. А вот здесь уже какие-то мухи. Черненькие. Сейчас мы... Которые портят. И она скоро уже будет бутончики завязывать. Вимс Ред на грядке, он еще без бутончиков. Которые у меня есть на штамбе в продаже. Он у меня уже с бутончиками. Что-то ногу прям... Надо издалека, наверное, брызгать. Все-таки очень близко я брызгаю. И прям пятна остаются. Ну, я думаю, что когда буду обрабатывать их с удобрениями, постараюсь в вечернее время, то смоются вот эти пятнышки, которые сейчас останутся на листьях. Диамантина мой. Так, издалека я буду лучше. С обратной стороны. Диамантина. Так, это у меня моя тачка. Здесь я еще работаю. Так. Что у меня здесь еще? Так, это у меня Биг Бен. Тоже еще не черенковала. С прошлого года у меня ничего не осталось. Череночков. Какие-то у меня не пережили зиму. Черенки. Ну, как не черенки, а саженцы молодые. Вот. То есть у меня таких саженцев нет. Дентель де Корон. Тоже мороз ударил его. Вот, видите, сухие палочки. Ну, все восстанавливается. Даймонд Труш. Друзья, больше не буду ваше время занимать. Только сейчас покажу вам еще в череночнике моей гортензии. Вот у меня череночник. Сейчас мы его обойдем. Вот такие у меня малыши здесь. Малыши-карандаши. Кто хотел бы приобрести... Вот у меня немножко остались доли. Такие двухлетки. Видите, какие крепыши. Надо поливать легкий горшочек. Главное, не заливайте. Скайфульчики. Вот в один стволик. Такие скайфульчики. Так, это что у нас? А, и бонфаеры в литровом контейнере. В основном в трехлитровом, в двухлитровом. И пандоры тоже. А в двухлитровом, в трехлитровом есть. Так. И сейчас здесь тоже опрыскаю все. Бонфаер вот тоже. Это в пяти литрах. Ну, а это у меня очень плохо перезимовали саженцы. Ни жив, ни мертв. Вроде бы и выбросить жалко. И в то же время вот их доращиваю. Либо что-то я зимой черенковала. Новые сорта. Вот это древовидное. Кандибель. Баблгам. Купила осенью. Материнский кустик. Ни жив, ни мертв. Но зато вот у меня, по крайней мере, зимой то, что почеренковало. Вот достался. Буду выращивать себе. Ну, все, друзья. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Если кого заинтересовали саженцы гортензии, обращайтесь. Телефон будет указан в закрепленном комментарии и в описании к данному видео. Всего доброго. До встречи.